Добро пожаловать, друзья! Ну что ж, мы движемся дальше. Это руины Лас-Вегаса, это Хорайзен Запретный Запад. Мы движемся в поисках Посейдона. Следующее после эфира, что надо было найти? Новая локация. Пустыни у нас еще не было, кстати. Так что здесь мы впервые. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Ну а я думаю, что надо бы, наверное, знаешь, что сделать для начала? Надо костер. Потому что, чтобы можно было сюда потом переместиться, очень легко, быстро и просто. Готово. Что это такое? Непонятно, но нам это пока не нужно. Давай найдем нашу цель основную. Песочек красиво сделан. Песок после анчарта, да, конечно, и после снега в Золастов-Ваз. Смотрится очень недурно. Ну, походу, да. Мне кажется, где-то здесь, наверное. Так, давай поищем, посмотрим хоть примерно, чтобы понимать, где оно есть. Смотрите, руины. Ну вот, смотри, построек тут не так-то много. Вот одна, допустим, да? Нет, до хера на самом деле. До хреновой тучи. Так. Полетели. То есть у нас... Ух ты, нихрена тут область дровенская. Так, мне надо просто прямо. Ну, судя по координатам, где-то там. Блин, жалко, конечно. Всегда мечтал побывать в Лос-Вегасе. Говорят, там очень интересно. Действительно, отдельный такой город на воде. Так, что это у нас за египетские приколы? Там, походу, что-то есть. Походу, мы с тобой реально идем туда, куда надо. Так, что с этим делать? Подожди, может, его надо крюк... Я уже встречал этих ребят. Да, согласен. Не то, что надо было. Так, давай смотреть. Нет, туда мы не заберемся. Боюсь, что это гиблая затея. Какая архитектура? Там, по-моему, кто-то сидит. Либо оно не прорисовалось, либо я что-то не знаю. Такое тоже бывает. Видно, да, что это как бы стекло. То есть там внизу что-то есть. Но пробить ногами не получится. Там внизу что-то есть. Надо попасть внутрь. Давай попробуем. Так, а вот и вода. Это уже немножко исцусимо. Что-то похожее, да? Откуда там вода в пустыне, это вопрос. Может быть, у нас уже галюны? Миражи? Так, Беринга, сейвимся. Идем посмотрим, что происходит вообще. Думаешь, наверх? А, погоди, погоди, погоди. Там что-то есть. Пойдем, заберем. Так, не подгорай. Вода в пустыне. Так, тайничок. Нельзя же мимо пройти, правильно? Смирай, все пригодится. Так, взрывострелом называется мощное оружие, способное стрелять залпами. А у меня что, взрывострел? Я вроде не брал его ни разу. К чему эта подсказка была, непонятно. Понятное дело, что здесь уже кто-то был. Ой-ой-ой. Да, тут неплохое место, между прочим. Сейчас мы зайдем, давай бежим сначала. Но то, что так свободно льется вода, это удивительно, конечно. Я думал, мы здесь будем вздыхать от жары. Так, давай забежим, посмотрим, что внутри. Тут все в порядке, тут все нормально. Почти достал. Я был так близко. К тому, чтобы утонуть, а не к всполохам. Морлунд, ну хватит. Нет, я не сдамся. Тогда ты тут умрешь. Один. И мы даже не выловим твой труп из воды. Мы уходим. Мечтатель должен выбрать свою судьбу. Будет он жить, или уступит смертельному соблазну. Привет. Значит, этот древний город в песках. Он затоплен? И тут явилась воительница Нора. Да, да. А вы не обычные собиратели, как я вижу. Что это? Это... Это нырятельный пузырь. Первая модель. Вторая была лучшая, но там воздуховод зацепился. Застряла под водой. Ты спускаешься в нем? Ну, не специалист, вряд ли поймет. А это довольно умно. Прости, позволь напомнить. Ты в нем застрял и чуть не утонул. Но не хватает портативности. Коленная пластина машины? Понадобится фильтр. Синтетическая мембрана. И шланг к... Баллобу с сжатым воздухом. Молоды клещи. Что? Что здесь происходит? Как... Иди сюда. Она чужачка. Твое имя? Элой. Морланд. Уже не чужачка. Болван. Пошли. У меня тут есть мой старый чертеж. О, э... Погоди. Сперва парочка вопросов. Как скажешь. Коллега. Коллега? Нормально. Так. Я не могу просто нырнуть. Там очень глубоко. Может я просто нырну? А у тебя есть жабры? Шахта глубиной в полсотни бочек. Озерам только дай что-нибудь бочками измерить. Так вода ведь жидкость. Подходит. Так или иначе, дыхания мне не хватит. Хватит. С новым изобретением. Пойду искать нужные детали. Во второй версии пузыря есть целый баллон сжатого воздуха. Но пузырь застрял в шахте. Если ты выплыл живым, то и я смогу туда нырнуть. Хорошо. Остальные детали можно добыть из машин. Стэмур видел стадок юго отсюда. Добуду. По поводу трофеев. Морланд, меня не интересуют трофеи. Всё, что ты найдёшь, твоё. Тогда? Возвращайся, когда всё найдёшь. Так, мне кажется, у меня есть то, что мне надо. Ну, то, что нужно этому Морланду. Опа-пап. Тихо. Спокойно. Хорош. Так, добыть детали. Или всё-таки нет у меня, да? Того, что надо. Жалко. Ладно. Давай сначала с машинами расправимся, да? Это будет проще. Морланд, стадо должно быть в юго отсюда. Что, по карте всё рядышком. В принципе, всё более-менее рядом. Ну, давай попробуем. Я просто до записи немножко с машинами повоевал здесь, как бы. И много разных новых увидел. И, естественно, с них добыл детали. Так. Чё мы бежим по пустыне, как додики? Смотри, как песочек проваливается. Оп-оп-оп-оп. Хорош. Так, иди сюда. Сюда иди. Вот, теперь скачем. Дрон. Наверное, часть циклопа. Если извлечь из него данные, я смогу подключить его к... Е-е-е. А где на дрона-то увидела? А, вот этот малыш. Хорош. А может, его просто сбить нахрен? Давай его собью. Я могу. Чё-то он пропал. Где ты есть-то, алло? А, вот иди. Ладно, с дроном это, конечно, весело. Но дрон сейчас нам с тобой не... Да я уже устал убивать вас случайно. На всех извинений, как говорится, не напасёшься. Так и что? Почему у меня поменялся ориентир? Здесь очень странно эта система работает. То одно показывает, то другое. Так, 150 метров. Куда, блин, они ушли? Опа. Опа. Хорошо. Вот. Следы приведут меня к стаду. Что мы без стада? Здорово, пяточок. Убийство животного. Замечательно. Так. Хотя нет, на самом деле, хорошего мало. Это пекари. И не те, которые там играют в эксклюзивы PlayStation на ПК. Это пекари и вот эти животные. Это маленькие ребята такие у нас тут. Ладно, давай поищем. Потому что, по-моему, тучи сгущаются. Это плохо. Надо понять, как далеко ушло стадо. И стадо кого? Кого? Чего? Если там какие-то огромные твари? У меня, в принципе, припасов хватает вроде как более-менее. Так я таких же убивал. Алло, гараж. Твою мать. А что, он невидимый, что ли? Или что? Морозильный коршун. Он не прорисовался. Так а кто мне нужен-то? Какая из машин? Вот те вот додоны. Тогда пошли к ним. А теперь еще и песчаные пихли. Да, дерьмово, дерьмово. Согласен. Здорово, ублюдок. Вот он херотень мне надо завалить, да? Давай. На нахер. Готово. Готово. Хорош. Ну, почти-почти. Согласен, нехиленько. Здорово. Ой. С петушками надо осторожно. Сюда. Блядь, да не меня аж подорвать надо было. Че это я сам себя подорвал-то? Готово. Ой. Морозильное говно поджаривать жестко. Так, соберем что есть. Коленная пластина. Отлично. Так, ну с этим не сложно, в принципе. Если он тебя не убьет, конечно, первые две минуты. Надо попасть в бурдюк, который сзади. О, боеприпас. Тихо. Тихо, Илоюшка. Сейчас все сделаем. Все будет красиво. Можно и так. Можно и так. Можно попробивать ему защиту. Вот так тоже можно. Хорош. Хорош. Замечательно. Теперь поищем синтетическую мембрану. Понять бы где... Почему он такой? Я его разорвал. Ха-ха-ха. Нормально. Так, все. Видишь, попроще стало. Немножечко проще, я бы так сказал. Все, с птичками ситуэйшен мы решили. С бурдюком тоже. Добудь баллон сжатого воздуха. Давай. Там мелочевка... Слушай, там же мелкие остались, да? Мы же там не всех подлутали с тобой. А эти запчасти всегда нужны. Вон, видишь, зеленое. И вон что-то выпало. Давай, 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 забирай. Чего добру пропадать, правильно? Вот. И вот. Вот теперь уже с чистой душой можно двигаться дальше. Что-то надо нам восстановить? Надо. Обожаю эту штуку, на самом деле, метательно. Были бы у меня какие-то там... Нам нужны редкие компоненты, чтобы купить левелом повыше. А некоторых тварей мы еще не открыли. В общем, проблема. Так, мне куда-то туда. Давай, наверное, возьмем малыша и поедем. Все, поехали. Добудьте баллон сжатого воздуха. Я так понимаю, что для этого мне придется туда нырять. Долго, конечно, Элой под водой находиться не может. Это проблема. Но надеюсь, что я успею. И мне должны сделать что-то, чтобы я мог дольше находиться-то. О, костер, давай. Хорошо. Хорошо. Пока все идет нормально. То есть пока очень даже неплохо, я бы сказал. Парни, я вернулся. Так, что здесь? Можно что-то купить у него, кстати. Так, братиш, давай я тебя проскипаю. Просто я хотел у него купить до свидания, поторгуемся. Я всегда открыт выгодным предложением. Да, 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 я понял. Давай... О, тут уже фиолетовые шмотки пошли. Тут уже фиолетовые у нас дела. Взрывострел, ледяная буря, перчатка. Классно, не спорю. Очень хорошие вещи. И стоят они очень хороших денег. Боец Озерам. Боец Озерам. У меня нет циркулятора бронеката. Я хер его знаю, где его искать, где его купить. Но его где-то можно взять. Надо поискать место обитания бронекатов и потом завладеть. Броня хорошая. Это же фиолетовая, тем более. Так, что мне надо? Что я могу? Давай что-нибудь продадим. У меня же есть что-то на продажу. Да, смотри, сколько всего. Ценные предметы. Как раз бабло. Вот. Недорого. Ребята много денег за это не дают. Это, конечно, прискорбно. Ну, а что поделать? Так, инструменты. Нет, это мне не надо. Спирали и ткани. Так, есть фиолетовые спирали. Хорошие. Скорость натяжения. Урон по реализованным целям. Воздушный урон. Так, а ресурсы где у вас, Алло Гараж? Вот ресурсы. Косточки, сойка. Мне вот это надо. Мне вот это надо. Все, я все куплю. Вот. Теперь нормально. Все, до свидания. Меня ждут дела. Знаешь что? Вот ими и займись. Окей, носатый, я понял. У него нос забавный такой армянский, прикольный. Так, что тут есть? Что на верстаке? Давай посмотрим. Перед тем, как нырять, надо примерно глянуть, что я могу. Я могу улучшить. Вот это давай. Взрывострел. Я им ни разу не пользовался. Нам только сегодня его дали, получается. Надо будет проверить, как он себя ведет в деле. Так, шмотки, подсумки. Что по подсумкам? Давай. Так, шмотки, шмотки, шмотки. Пока недоступны. Для шмоток там тоже надо специфические всякие хрени брать. Так, иди сюда. Пополняем все, что было у нас в запасах, в закромах родины. И теперь с чистой душой можно отправляться. Что там у нас? Что-то понятно вообще? Ну, я так понимаю, что мы дольше, да, сможем задерживать дыхание. Что тут делать? Да, Донка, мы сейчас умрем. Что-то делает. Все, поплыли, поплыли, поплыли вверх. Поплыли, поплыли, Элой. Плыви, блядь. Сейчас умрем же. Давай, всплывай, всплывай. Ой, я успел, кажется. Кажется, я успел. Фух. Но это не может не радовать, опять же. Детали у меня. Так, я думал, он мне соберет. А оказывается, я просто сам себе собираю, да? Замечательно. Итак, особое отдыхательное устройство, позволяющее нырять на очень большую глубину. Легендарная хрень. Спасибо. Ну, в общем, как-то так. Вот оно. Наше чудо. Если сработает, дашь попробовать? Я хочу достать очень особый трофей. Хорошо, если не утону. А что ты хочешь найти там внизу? Сложно объяснить. Кое-что, что вызвало поломку устройства, которое управляет этим городом. Думаю, это причина потопа. Эм, я думал, это мы причина. Что ловушка сработала. Уж не знаю, почему. Внезапно. Картинки в воздухе изменились. Картинки? Какие картинки? Изображения в воздухе, которые показывают всполохи, трофеи, что я ищу. Крошечные голопроекторы? Сначала они показывали столько всего. Девушки, монеты, угощения. А потом вдруг стали морскими, волны, рыба. Была красная вспышка. А потом заревели потоки воды. Стой, красная вспышка? Красный огонь. Рядом с решеткой. На полу, откуда хлынула вода. Как маячок. Сигнал тревоги. Спасибо. Я запомнил. Надеюсь, поможет. Удачи тебе. Ну, давай проверим. Да по идее, да. И как долго я могу под водой находиться? У меня вроде нет никаких. Нету никакого указателя, показаний, ничего. То есть я могу просто плыть. И это офигенно. И это очень хорошо. Так, не ударяйся. Нихрена там глубина. Что это за кораллы такие? Это голографический коралл, что ли? То есть оно как бы есть и как бы его нет. Так, плывем дальше. Интересно. Давай сюда. Найди посейдон. Я сомневаюсь, что это будет так просто сделать. Что это такое? Все началось прямо здесь. Больше 30 лет назад. Тогда казино еще называлось Темпо. Одна ставка перевернула мою жизнь. Что-то как-то грустно здесь. Человек что-то выиграл, но ему это уже не помогло. Что-то я сомневаюсь, что это посейдон. Нихрена ты. Посмотри, как тут затоплено. А чешуеть. Судя по вот этим штукам, то есть мы должны, видимо, как-то воду, да, наверное, отсюда убрать. Потому что прорисовываются моменты, где можно будет прыгать, перепрыгивать, перелазить. Так, мне туда. Тачка в центре, которая разыгрывалась. Казик как в GTA 5. Прям нормально так, да? Охренеть. Слушай, а как выглядит маска? Маска выглядит прекрасно. Блин, даже реально стрёмно здесь. А вдруг сейчас, хоп, и закончился кислород. И пиши пропало. Никто тебя здесь никогда не найдёт. Твою мать! Это что, блядь? Согласен. Волногрыз. 26 уровень, у меня 24. Но он вроде не нападает. То есть как бы не трогает меня. Ладно. Грибы забираем? Давай. Короче, поплыли, посмотрим. Да, мы, кстати, там ходили. То есть, если купол разбить, то можно было бы, конечно, выбираться легко. Охренеть. Так, вот там что-то есть. Предлагаю посмотреть, потому что оттуда идёт сигнал. А-а-а, ты мне просто ящики показываешь. Хорошо. Ящики с хорошим лутом. Так, где-то ещё было. Там вдалеке. И там вдалеке. Так, рыбёха плавает. Я не знаю, чем они питаются. Что им надо? Маслица какой-нибудь? Ух, он, ну, это самое, гребёт, мать твою. Он создаёт очень сильный поток. Я не могу там пройти. Давай туда. Аварийная сигнализация. Представляешь, если это дело осушить, то подводную эту хрень можно будет вообще без проблем убить. Ну, то есть разобрать на детали. Давай, лутайся, мать. Вот. Так я сюда и плыл. Я знаю же, что эти штуки всегда надо активировать. Так, консолька. Под водой работает нормально? Нормально? Перевога. Угроза затопления. Системы дренажа отключены. Для аварийной очистки перезапустите первичный и вторичный модули насоса вручную. Очистку можно запустить на насосной станции. Если я проведу очистку и вода уйдёт, смогу драться с той машиной на твёрдой земле. Но сперва надо перезапустить пару модулей насосов. Судя по карте, к югу отсюда будет проход к первому модулу. Понял. Блин, мне просто казалось, что он как рыба, понимаешь? Типа он только плавает. И всё. Так, мне куда? Мне наверх. Осушите город. Найдите первичный модуль насоса. Давай поищем. О, сколько там хорошего и интересного. А треугольник это что у нас? Это цель, наверное. Ещё машина. Мне кажется, не трогать нас не будет. Если ты не трогаешь, то и тебя, в принципе, трогать не будут. Здравствуйте. Хорошие вещи на полу не валяются. Так, что мне ещё надо? Так, не надо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Согласен, но драться тоже не вариант. Блин, оно мне забитило. И оно пытается что-то... Я думал, он безобиден. Свидание. Оно же большое, оно тут не протиснется, в отличие от меня. Маленькое такое вот элоюшки. Всё, поехали отсюда. Я же могу здесь проплыть. Правильно? Здесь, наверное, будет проще. Тут уже лестница есть. Давай, сейчас будем высыхать. Так, грибы возьмём? Грибы-то у меня есть. С грибами-то проблем нет. Вот, видишь, некуда класть. Итак, что... Опа! Не зря мы это сделали, не зря. Странно, что она не включает никакого фонарика. У меня же вроде как есть. Так, открыть клапан, это первый. Отлично. Придётся к машинам вернуться. Да, мне казалось, они как-то подобрее. Вот тут, наверное, безобидные только длина шеи, да? То есть они вроде как не хотят тебя убить. И это круто. По идее, если ты один клапан открываешь, то уровень воды должен упасть. Щелкозуб. Нормально. Плыви, родная, плыви. Не знаю, в этих водорослях можно прятаться нормально, нет? Пока вроде всё в порядке. Блядь! Бля-бля-бля-бля-бля-бля! Плывём отсюда нахрен! Вот мел... мелочь может за мной проследовать. Мелкий ублюдок, вполне вероятно, что может залететь сюда. Так, чего, где мы? Куда мы? Нет, не последовал. Странно. Дюнная теснина. Вот, здесь уже хорошо. Так, тут можно где-то цепануться? Недурно. Так, как мне отсюда вылезти? Кто-нибудь подскажет. Так, что есть? А, есть вот тут проезд. Пролёт. Прямо под водой можно забраться. Смотри. Рано или поздно я высохнула. Это да. Но представляешь, если бы там было холодно на улице. Поплавала и с мокрой башкой пошла. И всё, до свидания, здоровья. Здоровья какие не было. Я отключил вторичный модуль. Я отключил вторичный модуль. Фонтаны иссякли. Шоу закончилось. Да и некому уже было кем любоваться. Блядь. Никогда не забуду, как... Поднимайся. Я играла музыка. Моё сердце тоже воспарило. Этот город однажды дал мне второй шанс. Я отплатил ему взаимностью. Купола, водопровод. Это он, что это сделал. Так, давай вот это сделаем. Потому что без этой хрени, я так понимаю, клапан не поднять. Ну всё. Удивительно, что он работает. Так, ерунда. Я тебе умоляю. Сейчас и сделаем. Вроде как не сложно. Так, подъём. Давай аккуратно. Главное не подавать лишнего шума сюда, правильно? Хотя какой, под водой же типа как бы лучше слышно, правильно? Правильно. Аккуратно. Никого не трогая, потому что машины большие, машины страшные. Вполне вероятно. А ты не можешь проплыть между прутьями? Мне кажется, ты не такая толстая, ты бы спокойно справилась с этим. Найти вход. Сейчас будем искать. Что-то мне кажется, где-то внизу, наверное, да? Что это? Отломай я зеленец. Давай, отломай. Притом, первый раз такой большой нашёл. Как эти, блядь, двери под водой работают? Объясни мне. Оно же типа должно быть ржавое. Это вряд ли не ржавейка, да? Тут мы видели снаружи, там, где не вода, а там всё ржавое нахрен. А здесь вода. Тут жопа. Хорош. Нормальный тайничок. Давай, родная, ещё немножко. Так, грибы эти я не собираю, у меня уже столько, что просто некуда класть нахрен. Хотя бы под водой хоть какой-то свет есть, уже хорошо. Представляю, если бы я плавал в кромешной тьме. Так, послушаем. То вроде аудиозапись должна быть. Почти вся система отключена. Осталось только вырубить питание в центре управления. Что ж, вот и всё. Последняя прогулка по бульвару. Пора осушить это место. Фу, хорошо. Пошло говно по трубам. Я напоминаю, что мы пришли сюда ради Посейдона. Надо понять, где он находится. Мокренькая Элоюшка. Так, хорошо. Можно? Можно я спрыгну вниз, не убившись? Реально вообще? Что ты делаешь, мать твою? Так, хорошо. Ну, это лучше, чем ничего, правильно? В любом случае... Проплыть-то я смогу. Так, давай ныряй. Блин, там если эту тварь придётся валить... Она же явно левелом меня повыше, да? На парочку. Ну, посмотрим, посмотрим. Надо понять, какие у неё там уязвимые места и на что она реагирует. Да, хреново выкачала. Надо было лучше. Но, хотя бы так, с учётом того, как это всё ветхо, какое оно всё старое, удивительно, что оно вообще рабочее было. Твою мать! Это типа Эйфелева башня? Нормально. Так, что мы, где мы? Чё мы, мы, куда мы? А где машины? Где эти страшные супостаты, которые здесь были? Сейчас накаркуй, да? Сейчас сам себе проблем создам. Как это обычно тут бывает. Слышу звук плохой. Плохой звук. Эти машины не смогут очистить. Блядь. Я могу попасться мимо и сперва разобраться с Большой. Кроходила боссаной, блядь. Так, он меня типа спалил, но атаковать не стал. Он слышал, что что-то было. То есть какая-то движуха была. Я хотел скрытненько мимо него пройти. Кто ты вообще такой? Ну, напомни мне. Щелкозуба боссаной. Так, а нельзя тебя как-то тихо ёбнуть? Блядь, иди отсюда. Уйди нахрен. Ну, давай бесшумно жа... Ладно, хуй с тобой. Короче, не хочет, я его тоже бить не буду. Всё, конечно, весело. Но мне надо как-то подняться. Можно здесь? Ну, в принципе, да. Ладно, пошли дальше. Попить пошла? Куда же ещё деваться? Нахрен вы кричали, мать вашу? Давай, давай. Это ты? Ты понизил уровень. Да, но есть новая проблема. Мимо неё не пройти. Эта штука помешает нам забрать всполохи. Искатели приключений смотрели на жуткую тварь. И понимали, что им предстоит. Что? Ты спятил? Тише. Она спасла наш поход. Придётся драться. Твою мать! Что ты... Что это? Вернись! Назад и вернись. Заморозка. Понял. Понял, принял. Смотри, как это делается. Похую вообще! Похеру! Мимо. Куда? Тюлень не вернись! Тюлень! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Есть ещё заморозка у нас. Она, походу, не поняла, где я. А вот когда поймёт, мне уже будет плохо. Нормально! Я сказал, всё нормально. Блядь, она увидела меня! Я свалю, свалю, свалю! Полетели. Так. Время для критических атак. Правильно, правильно. Для этого мне что надо? Хорош. Блядь, четыре мало. Четыре это маловато. О! Вот это лучше! Вот это определённо лучше! Для боеприпасов. Почему у вас так мало всегда? Блядь! Походил. Хреново дело. А заморозку-то мы не любим, я смотрю. Я согласен, хреново. По половинку хп-шки-то мы забрали. Как ни крути. А давай нашими людьми... Блядь! Вот это боль, вот это боль! Уйди! Уйди с меня! От меня есть что пить? У меня пить. У меня же было какое-то зелье! Какая золотная херь какая-то. Погоди! Мать, стой! Бля! Не вовремя мы начали копаться в нашем этом... В инвентаре, конечно. Где он находится? Ладно, в подсумке еще немножко что-то есть вроде как. Опа, 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 опа. Хорош. Оно взрывается и хорошо так домашнее. Бля! Сейчас мы его добьем. Петушка этого добили. Давай лутонем. Можно с него что-то снять? Это пока заставка не началась. Ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо. Так, пополним, что у нас было, что мы потеряли. Я же говорю, заморозочкой сначала, а потом добили нашими любимыми уже. Все как надо, все красиво. А с него мы ничего не выбили? Я имею в виду, там легендарки никакой не было? Да вроде нету. Это то ли морж, то ли кит какой-то. Моржакит или гитоморж. В общем, не ясно. Но мы расправились, и это замечательно. Так, теперь давай попробуем поговорить с Морлундом и его командой. Нифига пацаны там сделали лестницу. Все хорошо? Более чем. Это ты? Это победа! Ха-ха-ха-ха! Все всполохи мира теперь наши! Благодаря тебе! Это... Очень трогательно. Но может, мы уже... Довол? Заберем все, что сможем, и свалим, пока не явилось еще какое-нибудь чудище? Нет, не спеши, щитовод. Победами наслаждаются. А вот нашу подругу задерживать не стоит. Внизу ее ждут великие дела. Я ведь прав? Да, конечно. Мы можем помочь. Я и сама справлюсь. Как скажешь. Мы начнем поднимать всполохи наверх. Если что, кричи. Хорошо. Вы прекрасно помогли. Лучшие помощники в этой игре. Ха-ха-ха. Которых я вообще, блядь, не видел. Были они тут, не были. Смотри, как мы можем сделать красивую. Оп. И полетели. Ни хрена. А где она там была-то? Там ничего нету. Что это за звук? Какой-то странный звук. Всплываем. А если там Посейдона нет, предположим? Что тогда будем делать? Так, Посейдон должен прятаться в каком-то процессоре. В каком? Надо найти консоли и получить доступ. Что-то их-то хрена, по-моему, тут процессоров. Притом, это не затоплено. Что самое интересное? Смотри. Все работает, блядь. Тысячу лет прошло. Все прекрасно, все как надо. Тут бывает год комп не включишь, он уже не заработает, блядь. Тут тысяча лет прошло. Я не могу. Не могу просто бросить это место. Я оставлю все в спящем режиме. Он не прав. Я верну тебя домой, Посейдон. К гея. А, к матери. Все работы текута нет. Элизабет Собак. Альфа Край. Активирован главный блокиратор. Идет восстановление кода функции Посейдон. Так, второй у нас есть. Насколько я помню, для третьего как раз нужен был то ли 22, то ли 24 левел. Все. Если сейчас никто не нагрянет внезапно, то все в порядке. Мы, кстати, продолжаем играть 60 кадров. Я не знаю, я уже привык, я уже разницы особо не замечаю. Ну, то есть картинка и так, и так красивая. Ее можно заметить только если вы прямо вот сравниваете. Если сейчас поставить, могу ради прикола показать вам. Может, кто не видел или просмотрел. Приоритет разрешения. Вот. Вот смотри. Видишь, как оно не плавно? Блядь, оно как будто кадров 20. Смотри, вот. Влево-вправо мы и делаем. Смотри, это жесть. Вообще. Глаза просто плывут. И вот мы сейчас вернем, чтобы прям просто наглядно было видно. Вот, смотри, видишь? Все, уже плавность появилась. Картинка визуально практически то же самое. Зато как будто мы реально поставили 15 кадров. Это жесть. Зачем этот режим? Для кого? Непонятно. Может, кто-то привык? Ничего себе. Слушай, нормально. Очень даже красиво. Это же Лас-Вегас. Сколько мы смотрели фильмов, да? Какая там красотень творится. Какая иллюминация. Ты посмотри, охренеть. Сюда можно экскурсии для этих. Для племен делать. Вот как люди раньше жили. К чему надо стремиться, да? Так, ну я думаю, нет смысла собирать ящики, бегать. Эм. Мне показалось, набагнулось. Шо-то где-то пыхтит. Смотри, как красиво, да? Обалдеть. Нет, прыгать не надо. Нам, наоборот, надо сваливать отсюда. Пока действительно не нагрянули какие-то новые твари. Но мы, в принципе, можем как бы им тоже навалять. Главное понять, как это сделать. Пожалуй, оставлю при себе. Так, а что здесь такое? Это типа кассы. Тут покупаешь фишки. И потом идешь, играешь. Так, а что это у меня? А, это место точка зацепа. Я понял. Так, мне надо еще выше. Хрена себе. Вот, начинается пустыня. Начинается у нас с тобой песочек. Так, что-то я не понял. Я же выше поднялся. Куда уж выше-то, мать твою? А, ты хочешь туда забраться. Так сказал бы сразу. Ой-ой-ой, тихо. А там разве нет зацепа, да? Никакого. Как пацаны забрались туда? Че я круги-то наворачиваю? Ага. Так. Точка зацепа, но она далеко. Придется еще раз пробежаться. А, блин, там ли... Блин, там была лестница. Вот я, Вася. Я не заметил, серьезно. Тут оно как-то все слилось воедино. Я эту гребаную лестницу не увидел. Видишь, она сливается. Смотри. Тут по этажу все чистенько, да? Тут, типа, были игровые автоматы, я так понимаю. Но полутать предтечий что-то не получает. Нету ничего. Видимо, эти трое все вынесли уже нахрен отсюда. Подъемник. Морланд построил его из-за затопления. Может, работать. Тогда мне придется карабкаться обратно. Ну, вроде да. Слава богу, вроде все в порядке. Можно посмотреть, что нам надо сделать. Тут все хватает. У нас все нормально. Всего как бы в избытке. Вот я не понял с лекарством. Вообще, блин, ни разу прикола. Потому что я помню, что я какие-то делал, какие-то покупал. Взяли выносливости. Нахрен надо? Так, у меня есть, смотри, вот такая штука. Здесь вот такое. Вот сильная зельца. Все? Да, мы поднялись. Так, пацаны, что-то оставили мне? Вроде как по мелочи. Могу ли я что-то взять? Да, могу. Отлично. Да, это очень удобно. То, что попадает в хранилище, одной кнопкой можно восстановить. Вот ты таков всегда и мечтал, дедуля. Там еще. Воплотив мечты, герой почтил память дедули И узрел море пустынных огней, его глаза блестели. Когда я в детстве видел сполохи, я и мечтать не мог о чем-то подобном. Спасибо, Элой. А ты нашла, что искала? Нашла. И теперь мне пора в путь. Да. Возвращайся как сможешь. У меня большие планы. Я думала, ты устроишь представление со всполохами в жиле. О, нет. Вот представление. Только представь себе. Люди из всех земель приходят, чтобы увидеть все это. А еще и еда, и хороший ночлег. Разнообразные выступления артистов. И еще. Азартные игры. Вот на них-то мы заработаем. Новая мечта, да? Я надеюсь, она сбудется. Прощайте, господа. Au revoir. До свидания. Сейчас будет магия телепортации, да? Красиво. Так. Так, 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 вернитесь в лагерь. Пожалуйста. У меня там есть костер, я могу это сделать молниеносно. Вот в какой лагерь. А вы какой думали? А вы про какой лагерь думали? Вот, все, все ясно. Все понятно. Все четко и ясно. Море песков. Так, да, мы внутри. Тут наши старые друзья. И новые друзья. Так, они мне накопили что-то? Я могу забрать? Блин, ящик должен быть с припасами обычно. Так, погнали. Отдадим второй этот код, или как он тут называется. То, что поможет восстановить гею. Здорово! Давно не виделись. А как-то она без радости, да? Без энтузиазма в голосе-то говорит. Элой, ты можешь спуститься? Бэта хочет тебе кое-что сказать. Ладно. Я сейчас. Элой, я получила доступ в новые помещения комплекса. Ясно. Двадцать пятый левел, это неплохо. Так, что за помещения? Какие вот это вот что? Понял, это отсюда слинять по-быстрому. Так, а ну-ка, давай проверим. Может быть, я что-то где-то откопал, а может быть и нет. Изготовить блокиратор, кстати. Да, могу. Вот. А теперь вы можете перехватывать управление. То есть мы просто открыли возможность. А для того, чтобы именно перехватывать, здесь надо, видишь, компоненты какие? Нервы, бивни. То есть надо им отстреливать детали. Это можно делать. Это такая тягомотная, на самом деле, тема. Но это реально. Что я могу сделать по оружию? Давай посмотрим. Так, перчатка-дискомёты, давай. Пустую ячейку я потом поставлю. По шмоткам можно что-то апнуть из моего? Нет, то капается зелёное. Видишь, там по-прежнему не хватает. Идём дальше. Что здесь они скопили для меня? Чё-то не работает. А чё оно не работает-то? Ха-ха-ха, зараза, блин. Я уже понадеялся. Так, там квесты, там неинтересно. Давай пойдём посмотрим, что надо вару. Что он интересного нашёл. Здесь внизу, кстати, наш клон обитает. С ней тоже можно пообщаться. Тут закрыто, кстати, почему-то. А здесь мы были? Чё-то я не помню этого прохода. Видимо, он открылся недавно. А-а-а, подняться туда нет, пока не надо. Пока нам в этом нужды нет. Привет! С днём рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш! Она нашла запись среди данных с твоего виза. Она часто её смотрит. Запись её успокаивает. Знаешь, раньше я тоже её часто смотрела. Когда хотелось забыть о проблеме. Папочка тебя очень любит, крепыш! Но ты хотела что-то сказать мне? Когда ты ушла, я спустился проведать её. Мы разговорились. Да, Бетта? Она обдумывала, как захватить Гефеста. Изучала данные геи. Но мы стали говорить и о других вещах. В общем, попытались лучше узнать друг друга. Я один слышу пыхтения на заднем фоне. Вот это вот. Сработал какой-то баг. Мы слышим дыхание персонажа. Зениты не говорили со мной лично. Мой наставник учил меня называть их покровителями. И обещал, что после обучения я смогу с ними встретиться. Что потом? Однажды в моём интерфейсе открылся виртуальный мир. И там меня ждала Тильда. В цифровой копии дома. На утёсе. С видом на океан. Он был прекрасен. Она показала мне картины, книги, медиафайлы. Мы часто тайно встречались там. Но через пару месяцев... Перестали. Ты знаешь, почему, Бета? Я нашла информацию о Тильде на полигоне Аиды. Думаю, она была связью между Зенитом и Новым Рассветом. Она хорошо знала Элизабет Собак. Может, поэтому она с тобой общалась? Что это за пыхтение? Вот смотрите, они все молчат. Мы словили забавный бак с вами. Вот это вот. Как будто Элой пытается запрыгнуть куда-то или что-то такое. Тильда создала виртуальный мир для общения с тобой. Дом на утёсе. А потом закрыла его. Кроме знакомства с Элизабет, почему ещё она могла это сделать? Не знаю. Ясно? Я перебирала причины того, что она меня бросила, но я не знаю, что я сделала не так. На моей встрече с Зенитами она молчала. Она на меня даже не взглянула. Всё это не важно. Тильда такая же, как они, и не поможет победить их. Ясно. Тогда не будем об этом. Что такое? Я стараюсь, Варл. Но с ней так тяжело. Я каждый день сражаюсь. Я рискую своей жизнью, а она только прячется тут и ноет, что надежды нет. Я понимаю, ей было тяжко. Но нам нужна помощь, а не нытьё. Обычно кажется, что у тебя всё под контролем. И я забываю, как сложно тебе бывает. В смысле, недавно ты едва ходить могла после боя с Зенитами. Кстати, когда я вытащил тебя из воды у того полигона, ты всё повторяла о имя Раста. Но ты не говоришь о нём. А он тебя вырастил. Воспитал. Ты скучаешь по нему? Конечно, скучаю. Но сейчас нет времени думать об этом. Мне нужно вернуться к делам. Ладно. Бета привыкнет в итоге. Гея говорит, она много знает о новом рассвете. Может, сейчас ей просто нужно время, и потом она поможет нам с Гефестом. Хорошо. Но надежды на это мало. Она продолжает пыхтеть. Или нет? Всё, она отдышалась. То есть, получается, я бежал-бежал, она должна была отдышаться. Охренеть баг тут, конечно. В игре много глюков. Много всяких багов и прочего. Но, тем не менее, сегодня у нас всё. Эта серия подошла к концу. Увидимся уже в следующей серии. Включайте, смотрите. Не забывайте поставить лайк и подписаться. С вами был Брэйн. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok